МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости спорта на телеканале АЛЕКС. В Днепропетровске прошел молодежный чемпионат Украины по академической гребле. В активе запорожской сборной семь медалей. Золото завоевали гребцы в заездах четверок, распашенных без рулевого. Не знал себе равных в заездах одиночек Роман Минаков. В этом классе Алексей Бутенко был третьим. Руслан Момот в составе сборной Украины среди двоек парных финишировал на первом месте. Стартовали первые соревнования на Кубок Запорожской Федерации по футболу среди сборных команд районов города. Новый формат турнира предусматривает участие в соревнованиях только любителей и только с пропиской о проживании в районе базирования команды. Состязания созданы с целью улучшения физической и тактической подготовки сборных коллективов для участия в ежегодном Кубке главы облгосадминистрации. Итак, в Кубке Федерации меряются силами шесть команд. Футболисты Коммунарского района в сухую 6-0 разгромили представителей Заводского. Шевченковский в серии послематчевых пенальти обыграл Хортицкий. Основное время закончил со счетом 2-2, а по пенальти 4-3. Уже состоялся первый полуфинальный поединок. Жаводный район переграл Коммунарский со счетом 2-1. Во втором полуфинале будут встречаться футболисты Шевченковского и Ленинского районов. В швейцарской Лазанне завершился четвертый чемпионат мира по тэквондо версии ВТФ среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Впервые на чемпионат прибыли команды из 24 стран. Украину представляли спортсмены из Днепропетровска, Кировограда и Запорожья. Я в Украинской Федерации отвечаю за развитие данного направления, именно движения пара тэквондо. Это вид программы, которая стоит на участии в 2020 году в паралимпийских играх. Мы очень скромно сейчас входим в круг таких чемпионов и призеров. И по результатам этого чемпионата наша команда заняла 8 место, очень командное, из 24 стран. Я считаю, что это достаточно хорошее сегодня уже достижение, несмотря на то, что у нас пока еще этот вид, это направление развито всего в четырех регионах в стране. В многократный призер паралимпиад в спринте Андрей Данилов из Днепропетровска успешно дебютировал в тэквондо, живав в серебро. Еще один дебютант украинской команды Максим Цыганок из Кировограда пытался оказать сопротивление более опытному спортсмену из Азербайджана в четвертьфинале, но, к сожалению, проиграл этот поединок. Лидер украинской сборной, чемпионка мира 2012 года Запорожанка Виктория Марчук в решающем поединке одержала победу над россиянкой Савиль Абдуловой 12-0 в весовой категории до 49 килограммов, став двукратной чемпионкой мира. Тренирует спортсменку Юлия Волкова и заслуженный тренер Украины Юрик Бабак. Победам всегда способствует большое трудолюбие, но в нашем случае еще и большой талант. Работали все, помогали Вике вся наша команда, конечно, но прежде всего хочу отметить ее целеустремленность. Несмотря на определенные трудности в ее здоровье, она очень целеустремленный и сильный человек. Оцениваю выступление. Она однозначно лучше в своей весовой категории. Я надеюсь, что на многие годы технически она не уступает здоровым спортсменам. Мне очень понравилось на чемпионате мира. Победы не всегда бывают легкими. Всегда обязательно должен быть хороший труд. Я довольна своим результатом. И в Донецкой области завершился международный турнир по дзюдо среди ветеранов в памяти мастера спорта международного класса Валерия Зыпы. В соревнованиях участвовало около 80 спортсменов из всех регионов Украины. Помимо матчевой встречи, запорожье Урзуф среди молодежных команд, где запорожцы вышли победителями. На счету нашей команды еще два золота среди ветеранов. Максим Гробовский был победителем возрастной категории 40-50 лет. Александр Кириченко выиграл золото в категории 60-70-летних борцов. Это были все новости спортивного четверга. Всего доброго. До свидания. Партнер нашей спортивной редакции – страховая компания «Аранта Сич». Мы работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин